Обратиться непосредственно к министру внутренних дел людей заставляют личные проблемы, которые в их положении решить самостоятельно довольно сложно. Жаудат Ахмедханов не оставил ни одного обращения без внимания. Даже если удовлетворить чью-то просьбу не представлялось возможным, министр помогал советам. К примеру, Марья Малиева попросила помочь трудоустроить в органы внутренних дел своего сына, которого с двух лет воспитывала сама. Мы берем только высшим окончательным юридическим образованием. Хотя бы в ППС я учу не буду. Нет, мы по трое пословой службы уже берем с высшим окончательным юридическим образованием. Вот сколько человек мы взяли, и все практически высшим юридическим образованием. Сейчас уже как приказ вышел, все только берем с юридическим образованием. Я же тоже не могу нарушать приказы над Россией, правильно? Ну, 22 еще молодой, пока в это время пускай куда-нибудь устроится на работу. Я предлагаю, может быть, в щек какой-нибудь. ДНД пускай входит пока состав. Мы будем стараться именно с ДНД сейчас брать людей, именно молодых людей. А лучше потом уже, видно, будет окончено. Хорошо? Ирина Атарова также обратилась к министру внутренних дел Карачао-Черкесии не от хорошей жизни. Ее муж, проработавший в МВД 20 лет, погиб два года назад. Она вместе с четырьмя детьми, оставшимися без отца, снимает две комнаты в общежитии. По закону, получить жилье этой семье не положено, так как муж Ирины погиб не при исполнении. И к тому же, в последние три года они не состояли в официальном браке. Последние три года у нас развод был именно из-за того, что на очередь МВД, что работает, их на очередь уже не ставили за жильем. Узнавали, спрашивали, сказали, если как одинокая мать пойдешь, быстрее получишь квартиру. Оформите, официально оформите и прямо мою приемную все это оставите сегодня.